Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Прошло две недели со дня оглашения послания Владимира Путина. Было время обдумать его после первого впечатления, сделать выводы. Сегодня у нас в гостях глава администрации Якутска Айсен Николаев. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Здравствуйте, Женя. Обсуждение послания продолжается. Вы уже давали комментарий сразу же после его оглашения. Сейчас, спустя две недели, что вы можете сказать по поводу выступления Владимира Путина? Вы знаете, я не сильно изменил свое мнение, которое я высказал буквально в течение часа после оглашения послания президента страны федеральному собранию. Я уверен, что это послание развития. Это послание, которое направлено на реализацию тех мероприятий, которые позволят нашей стране быть среди мировых лидеров, быть в тренде тех изменений, которые идут сегодня в глобальном мире, быть конкурентоспособными через развитие нашей внутренней повестки, через развитие экономики, через развитие социальной сферы, через повышение человеческого капитала. И это все позволит нам улучшить качество жизни в нашей стране, поднять доходы россиян. И, конечно, в итоге, еще раз говорю, остаться в тренде, в мировом тренде развития. Меня очень обрадовало то, что Владимир Владимирович говорил о борьбе с бедностью, о повышении качества здравоохранения, о повышении качества человеческого капитала в нашей стране. Это все очень созвучно тем пунктам нашей народной программы, которую мы реализуем в городе Якутске. Повышение комфортности, повышение качества жизни в городе, повышение уровня образования, появление новых школ, развитие нашего сельского хозяйства, развитие нашей креативной индустрии, вообще в целом экономики города. Поэтому, конечно же, у нас есть куда стремиться и чем заниматься в рамках реализации послания нашего президента. Путин назвал именно города движущей силой развития страны. Якутск готов к такой роли? Безусловно. Я был очень обрадован именно тем, что это прозвучало из уст нашего президента. Почему? Потому что сегодня понятно, что пространственное развитие нашей страны невозможно без развития городов. Мы в 2014 году, когда здесь агентство стратегических инициатив при президенте страны проводило форсайт по Дальному Востоку, как раз мое выступление основывалось на том, что развитие Дальнего Востока должно базироваться на развитии крупных городов и через них уже на развитии всей территории. Это Якутск, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Комсомольск-Наамури. И вот эта политика сейчас, кстати говоря, на Дальнем Востоке достаточно системно, полномерно реализуется. Уверен, что, конечно же, это не должны быть только города-миллионники, как мы сейчас считаем. Это должно быть целым развитие всех городов. И очень отрадно то, что Владимир Владимирович не просто провозгласил развитие городов, он конкретно сказал, что развитие инфраструктуры городов в ближайшие годы должно увеличиться в два раза. Так, это очень существенно, и я считаю, что это позволит нам как раз реализовать те мероприятия, которые у нас предусмотрены в планах развития столицы на период до 2022 года. Ну а что конкретно Якутск, как столица, получил от федерального центра? Вы знаете, мы за прошедшие годы, благодаря тем решениям, которые приняты на федеральном уровне, благодаря тем решениям, которые инициированы в том числе и главой нашей республики, Егором Борисовым, мы получили очень существенные вещи. Я вот как раз вчера проводил прямой эфир на своих социальных сетях, в Инстаграме и Фейсбуке, и вопрос был более конкретный даже, а что Путин дал Якутску? Я могу еще раз повториться и сказать, что за последние пять лет, только пять лет, ну скажем так, которые президентства Владимира Владимировича, мы, начиная с 2012 года, очень много сделали благодаря решениям, принятым на его уровне. Ну, начнем с 2012 года, это «Игры дети Азии», как мы помним так, и именно благодаря его решениям, тогда еще премьер-министра, принятым в 2010-м, в 2011-м годах, у нас появились и спорткомплекс «Триумф», спорткомплекс «Дохсон», появился прекрасный аэропорт, началась масштабная реконструкция уличной дорожной сети, которую потом республика подхватила, и мы до сих пор ее очень активно проводим. Далее появилась Якутская ГРЭС-2, благодаря прямому решению президента по Дальнему Востоку, и в частности по развитию Росгидро, вот такая Якутская ГРЭС-2 появилась, начала работать, и мы сейчас чувствуем себя, знаете, гораздо более защищенными, нежели, чем это было еще год назад. Сегодня в городе Якутске успешно реализован первый этап по программе переселения людей из аварийного жилья, и на самом деле сегодня людей, проживающих в аварийном жиле, признанным таким до 1 января 2012 года, у нас нет практически. Это огромный был объем работы, у нас почти 7 тысяч человек переселились из аварийного жилья, свыше 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья снесено. Если говорить о цифрах, это 226 многоквартирных домов. Многим кажется, что где же эти дома и так далее, но вспомним, как у нас еще 5 лет назад выглядел даже центр города, так вот здесь у вас на Орженикидзе стояли деревянные дома, в самом центре города у нас и на Кулаковского, в других местах они были, их сейчас практически уже не осталось. Более того, массовый снос пошел и по Сайсарам, по другим участкам нашего города. Конечно же, я не могу не сказать о снижении энерготарифов. Мы всегда, республика, в последние десятилетия активно выступала за то, чтобы все-таки эта несправедливость была устранена каким-то образом. Но мощное лобби, скажем так, энергетическое мешало этому. И только благодаря решениям, опять же, принятым на уровне президента, который активно продвигал ей полпред на Дальнем Востоке, Юрий Петрович Трутнев, в конечном итоге мы сегодня, все дальневосточники, получили среднероссийский тариф. Это, на самом деле, для нашей промышленности, для наших предпринимателей, для нашего бизнеса, как глоток свежего воздуха. И в том числе, благодаря этому, тот экономический кризис, который сегодня в стране есть, он все-таки нашими предпринимателями, предприятиями в целом более-менее переносится. И так можно продолжать очень долго. Почему? Потому что каждым решением, каждым событием, которое в городе проходит, есть решение федерального центра. Вот завтра мы открываем, например, прекрасный периментальный центр, о котором матери нашей республики, нашего города давно мечтали. Так вот он построен, благодаря, опять же, решениям, принятым на уровне президента страны. Прекрасный объект. Я считаю, что здравоохранение и республики, и города, конечно же, сейчас вот в части именно помощи нашим беременным женщинам, в части рождения наших детей сделает значительный шаг вперед. А вот вы сказали о том, что проводили прямой эфир в соцсетях. Ну, в общем, все, кто пользуется соцсетями, мы все знаем, что вы довольно активный пользователь. То есть обратную связь с горожанами вы осуществляете самостоятельно в реальном режиме, в режиме реального времени. На ваш взгляд, горожане как оценивают изменение качества жизни? Вы знаете, я постоянно провожу прямые эфиры, постоянно общаюсь с людьми в социальных сетях. Конечно, тех жалоб, которые у нас еще пять лет назад были, их уже намного-намного меньше. Раньше, я помню, любой прямой эфир там начинался от вопросов по аварийному жилью, по вопросу по качеству тех или нет, даже центральных улиц и так далее. И, конечно же, было очень много таких вот животрепещущих, насущных, сегодняшних, сиюминутных проблем. Сегодня этого, к счастью, уже нет. Сегодня уже гораздо меньше вопросов вот именно такого текущего характера, очень много вопросов такого, зато капитального характера, на которые отвечать, на самом деле, ну, я честно скажу, гораздо труднее. Когда, одно дело, когда спрашивают там, когда там уберут, ну, там, мусор у меня во дворе, так что-то управляющая компания плохо работает, да, там, одного пинка хватает, чтобы компания сейчас исправилась быстро. А когда у тебя спрашивают, когда будет построена там школа, вот в таком-то конкретном районе, когда будет расширена, например, вот по 17-й школе, по 5-й школе, ты понимаешь, что этот вопрос, конечно, вот так щелчком одним нельзя решить, так? Это стоит сотни и сотни миллионов рублей. И мы здесь, конечно же, сейчас, в чем у нас ситуация лучше, чем раньше? Мы в 12-м году, когда пришли, мы сделали программу развития города до 32-го года, и мы сейчас работаем по плану, по стратегии, и тогда были приняты те решения, начать эти наработки, которые позволяют нам более активно идти. Я в свое время убедил Егора Афанасьевича поддержать наш проект по государственному частному партнерству. Это было новое в то время направление. Егор Афанасьевич, как человек, который всегда поддерживает такие инновации, он загорелся, поддержал нас, правительство поддержало, Галина Акинтина, Данечка, Евгений Алексеевич Чекин тогда в Министерстве экономики, зама был, тоже поддержал так. И в итоге родился прекрасный проект. Сейчас 12 социальных объектов в городе строятся. Это 5 крупных детских садов, 5 больших школ, дворец детского искусства, городской библиотечный центр, дворец современного искусства имени Гагарина. И мы же сейчас знаем, какое состояние бюджета. Сейчас денег таких нет, чтобы позволить себе такие объекты строить. То есть, если мы пошли по традиционному пути, никогда бы этого не было. А благодаря тому, что в 2015 году проект был разработан, в 2016 году было проектирование, в 2017 год работы начались, мы сейчас видим, что 12 объектов одновременно растет. И уже к концу 2018 года у нас объекты начнут сдаваться, которые нам очень нужны. А вот о школах мы заговорили. Как Якутск будет справляться с проблемой вторых смен? Вот как раз мы, например, пока у нас решение идет в государственное частное партнерство. Более того, мы сейчас с коллегами из правительства работаем над тем, чтобы предложить, может, в случае успешной реализации первого проекта, продолжать идти по пути государственное частное партнерство. То есть, одновременно сразу построить достаточно большое количество школ по тем проектам, которые сегодня у нас уже разработаны. То есть, это примерно как с детскими садами? Да, примерно так. Тогда у нас было прямое финансирование из бюджета, сейчас денег нет. Поэтому, когда государственное частное партнерство, у нас эти выплаты растягиваются на 40-10 лет. Так это, если так посчитать, эффективность, это, конечно, гораздо для нас, опоится для республики и для города гораздо дешевле. Второе направление, это, конечно, открытие начальных школ на первых этажах. Мы об этом работаем, говорим с застройщиками нашего города. И есть активная поддержка со стороны правительства. Поэтому такие совмещенные детские сады с начальными классами, наверное, мы все-таки начнем активно открывать уже начиная с этого года. Конечно же, выкуп зданий. Здесь тоже правительство мы активно работаем. Вот сейчас 27-я школа уже дополнительное здание получила. У нас на подходе здание по 5-й школе, по техническому лицу Алексеева. И так мы в этой части, я считаю, тоже будем отрабатывать. Ну и, конечно, все-таки при всем при этом мы и из бюджета финансируем строительство. И строительство идет. Вот сейчас, например, как раз из федерального бюджета получено решение о финансировании 35-й школы. И как раз ее окончание будет финансироваться за счет федерального бюджета. Понятно. Ну и заканчивается у нас, к сожалению, время. Через три дня выборы президента. Как вы считаете, почему нужно идти на выборы? На выборы обязательно надо ходить. Я вот человек, который выборы никогда не пропускает. Так почему? Потому что это мое право. Это мое право выбирать ту власть, которая нужна нашей стране. Понимаете? И с этой точки зрения, вот если такие люди, я не пойду, да я буду бойкотировать, но ты сходи на выборы, проголосуй против того кандидата, которого ты считаешь ненужным для страны, для города, для республики, а не бойкотируй. И, конечно же, вот в сегодняшних условиях, когда мы на самом деле находимся и в внешних условиях достаточно сложных, конечно же, страна должна показать свое единство, показать, что мы, россияне, только мы сами можем выбирать себе президента. И я думаю, что вот для развития нашей страны, конечно же, нужен сильный, мощный лидер, который уважает и внутри страны, и именно на международной арене человек, который поведет нашу страну к новым победам. Спасибо, Айсен Сергеевич, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был мэр города Якутска Айсен Николаев. Мы говорили о реализации послания президента в нашем городе. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Продолжение следует...